И доброго времени суток дорогие друзья, вы на канале Взгеймбот и в сегодняшнем видео я расскажу вам интересные факты о Assassin's Creed, которые вы могли не знать. Идейное вдохновение я получил от роликов с Ани, ссылка на него будет в описании. Некоторые информации также взяты из его роликов. Всем приятного просмотра! Итак, давайте приступим. При создании основного персонажа Коннора, разработчики вдохновлялись фильмом Последний из Магикан. Фильм очень крутой, всем очень советую. Глав герой фильма очень похож на Коннора. Он не коренной американец, а полукровка. Он благодарит животных, когда он их убивает. И наряд Коннора в юности практически такой же. То есть, основные черты Коннора взять из своего героя. А также анимации Корнора, также были взяты из фильма. Некоторые анимации. Думаю, многие во время прохождения игры, услышав слово Нексус Времени, интересовались, что же это. Нексус Времени – это устройство, созданное первой цивилизацией. Оно не показывает будущее, лишь возможные варианты. Пользуясь информацией, получаемой из Нексуса, Юнона могла коверкать время так, как нужно ей. Помогать одним и убивать других. Только для того, чтобы Дезмон в 2012 году освободил ее. Одним из примеров мешательства Юноны является диалог маленького Коннора. Ее и маленького Коннора, после которого он пошел к Хелесу. Не сделая он этого, все было бы иначе. Хейтом открыл бы хранилище, и Дезмон не получил бы ключ, если бы он вообще появился на свет. Кстати, Клей Качмарек сошел с ума не только из-за эффекта просачивания. Он также побывал в Нексусе и видел различные будущие. А потом, когда он вернулся из него, он тупо не понимал, в каком будущем он находится. Коннор является хранилиным жителем Америки, и на начальном этапе разработки планировалось, что он сможет снимать скальп со своих врагов. Но потом от идеи отказались. Разработчики говорят, что это было бы трудно реализовать графически. Но кто знает, может быть они просто побоялись реакции Морал Панков. Думаю, многим, как и мне, было интересно, кого Хейтом убивает в театре в начале игры. Итак, этого человека зовут Мико, и он ассасин. Он помогал Эдварду усилить братство в Лондоне, когда Эдвард вернулся из Америки. Также он много путешествовал, искал частицы Эдема, помогая по пути ассасинам в разных странах. Однажды на Корсике пути Мико и Хейтома пересеклись. Мико должен был защитить важного для Ордена человека, но не смог. И Хейтом забрал его клиники как трофей и пощадил Мико. Мико сказала, что когда они в следующий раз встретятся, один из них умрёт. Как мы знаем, так и вышло. В ноябре 2014 года вышла книга Assassin's Creed Unity Abstergo Entertainment, справочник сотрудника. В ней очень много интересной информации, в том числе информация о дальнейшей жизни Радун Хагейда. Он женился на блондинке, у него было несколько детей, но позже она его бросила за прав детей. Оставшуюся жизнь он прожил в одиночестве, и автор книги также называет это «Грустный конец Радун Хагейда». Действительно грустно. Многие замечали сходство между персонажем игры Робертом Фолкнером и Джошами Гипсом из «Пиратов Карибского моря». Но не все знают причины этого сходства. Роберта Фолкнера озвучил тот же актёр, который сыграл Гипса, а именно Кевин Макнелли. Многие из вас, думаю, слышали, что типа Коннор лазает по скалам слишком быстро, по домам ещё ладно, можно зацепиться, но на скалах так невозможно, как так-то. Но на самом деле это не так. За модель паркура Коннора взят реальный скалолаз и зовут его Дэн Осман. При желании можете загуглить. Думаю, некоторые из вас знают, что выполнив все задания для усадьбы, можно получить летающий аппарат да Винчи. К сожалению, перед полётом Коннор не подумал о кострах и провалился, что отсылает нас к первому полёту Эдса, который тоже увенчался безуспешно. Многие игроки часто называют Радунхагиду Коннором Кенуэем, но это не совсем правильно. Имя Коннор он получил от Ахиллеса, кстати, вот так и звали сына Ахиллеса, который умер в детстве. Но фамилию отца Коннор не брал никогда, так что называть его можно либо Коннором, либо Радунхагидом, но никак не Кенуэем. Бенджамин Франклин встречается в игре и является очень интересным персонажем. Одним из примеров можно взять его монолог о том, почему зрелые дамы лучше в постели. Вот его часть. Напяльте двум дамам на голову корзину, чтобы доставало до пояса. И ни за что не разберёте, кто из них моложе, а кто старше. Ночью все кошки серы, как говорится. А телесной неги с женщиной постарше никак не меньше, а порой много больше. Ведь мастерству со временем свойственно расти. Да вы шутите. Сам Франклин считал так же, и этот монолог был взят из его дневника. Думаю, ни для кого не секрет, что у игры Ассасина есть артбуки. В артбуке третьей части можно найти картинку, на которой Ахиллес отдаёт приказу Орлу напасть на манекен. И учат этому Коннора. То есть, идея, которая была реализована в Ориджинс, была задумана ещё тогда, но, к сожалению, её в игру не добавили. Думаю, вы все понимаете, что создание игры – процесс тяжёлый и трудоёмкий, но порой разработчики совершают очень глупые ошибки. И в третьей части их предостаточно. Наглядным примером является ошибка в дате подписания Декларации Независимости. Революция является главной темой игры. Как можно было так ошибиться? Думаю, вы помните эту кат-сцену в игре. Пусть Господь примет его душу. В этом моменте Коннора должны были спасти его рекруты, после чего его освободил бы Ахиллес и Коннор пошёл бы убивать Хики. Всё, кроме первого пункта, прошло нормально. К сожалению, рекруты не успели вовремя, и Коннора спас Хейтом, кинув кинжал верёвку. Он понимал, что миссия по убийству Вашингтона провалится, но он не мог смотреть, как его сына убивают. Вот как-то так. Фронтир – интересное и в то же время странное место. И далеко от маяка на скалах можно найти тело самоубийцы, которое можно при желании залутать. Если пройти дальше, можно увидеть, как мужик прыгает в воду и умирает. На этом видео подошло к концу, надеюсь, оно вам понравилось. А если это так, то поддержите лайком и подпиской. Также можете сделать репост этого видео, это очень сильно поможет. А на этом всё, и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok